Привет! Если ты уже кликнул на это видео, значит совсем скоро тебе предстоит сдать тестирование по обществоведению. В этом видеоролике мы пытаемся как можно быстрее, а главное, понятнее объяснить школьный материал по первому разделу «Человек, общество и культура». Помни, что запомнить все у тебя не получится, если ты будешь смотреть это видео словно фильм. Конспектируй, останавливайся, думай и рассуждай, и тогда процесс вспоминания и изучения школьного курса по обществоведению не составит большого труда. Рекомендуем делать паузы и не поглощать материал в промышленных масштабах. Начинаем! Немного о самом тестировании. В этом году ЦТ по обществоведению пройдет 21 июня. На решение заданий отведено 90 минут. Все тестирование разбито на следующие блоки. Человек, общество и культура, социальная сфера, духовная сфера, экономическая сфера, политическая и право. Разберем первую тему. Человек как биосоциальное существо. Итак, человек это биосоциальное существо. Это значит, что в каждом из нас есть как биологические черты, так и социальные, то есть общественные. Как биологический организм мы обладаем такими свойствами, как саморегуляция, обмен веществ и энергии. У нас есть много органов и тканей, которые живут собственной жизнью. Однако, как социальное существо мы обладаем психикой. Что это такое? Психика – это особое свойство человека или животного субъективно отображать события объективной реальности для ориентации и взаимодействия с окружающей средой. Пример работы психики. Вы заходите в Макдональдс и смотрите на гамбургер. У вас возникает мысль – он вкусный. Вы решаетесь высказать это словами своему другу. Вскоре после ожидания готовки заветной еды вы ее поглощаете, то есть совершаете действие и получаете результат – утоление голода и улучшение настроения. Так работает психика. Человек включает такие психические процессы, как речь, мышление, память и другие, чтобы сделать окружающий мир для себя приемлемым и уютным. А также понять, как к этому относятся окружающие. Ведь наверняка крик в ваш гамбургер «Отстой» вызовет совершенно другую реакцию у работников общепита. Таким образом, мы с вами рассмотрели, что в человеке является биологическим, а что социальным. Поскольку каждого психика работает по-своему, нам приходится учиться жить в обществе. В этом нам помогают родители, бабушки, дедушки, друзья, школа и так далее. Процесс усвоения знаний, опыта взаимодействия между людьми, а также включение в жизнь общества называется социализацией. Человек – сложное существо. Для того, чтобы понять его с разных позиций подробнее, существует три понятия – индивид, личность и индивидуальность. Каждый из нас с рождения является индивидом, то есть оплодает биологическими особенностями. У Маши светлые волосы, у Вани темные, а Генрихи вовсе вымахал вверх до двух метров. Понятие индивид обозначает биологическую уникальность человека. В процессе социализации человек получает знания о том обществе, в котором живет, а также жизненный опыт. У каждого из нас появляются свои идеи, мнения, ценности и убеждения, о которых мы высказываем другим людям и пытаемся понять, почему они у всех разные и как с этим бороться, если нужно. Почему Маша с осветственными волосами слушает панк-рок и голосует за республиканцев, а двухметровый Генрих любит проводить время на окне с чашкой чая и надеется на приход к власти левых политических сил? Потому что они являются личностями. Под личностью понимается совокупность уникальных социальных черт личности. Оба эти термина воплощены в понятии индивидуальности. Каждый из нас имеет как биологические особенности, так и социально-уникальные черты. Ведь человек – биосоциальное существо, а индивидуальность – его биосоциальная уникальность. Как было сказано выше, психика помогает человеку ориентироваться в окружающем мире. Но всегда ли это получается? Бывает так, что у человека случается потеря сознания. В эти моменты он не может понимать, что происходит вокруг, и давать как себе, так и окружающим отчет об окружающей действительности. Сознание – это важнейший психический процесс, который заключается в воспроизведении действительности в образах и мыслях, что помогает человеку понимать окружающий мир и формировать собственное поведение. Наличие сознания каждый из вас может проверить прямо сейчас. Закройте глаза и представьте момент, когда вы получаете сертификат из баллами ЦТ. Наверняка каждый из вас подумал по-своему. У кого-то это радостный торжественный момент, в который вы получаете заветные 100 баллов, а кто-то скромно себя отвел в 10 баллов и повестку в военкомат с плачущими родственниками. Это совершенно нормально. Ну, не военкомат, конечно. Все зависит от того, оптимистично или пессимистично вы настроены. Об этом мы тоже поговорим. Наше сознание обладает активностью, на что указывает приведенный выше пример. Помимо прочего, каждый из вас подумал в приведенной ситуации в конкретную сторону. Это говорит о том, что у сознания есть свойства направленности. Когда вы думали про сертификат и на ЦТ, то наверняка испытывали какие-то эмоции. Это свойства самонаблюдения. Если вы были расстроены, что не успели где-то ответить на вопрос и занимаясь самобичеванием, значит работает свойство критичности сознания. Активная деятельность человека в отношении мира и самого себя называется деятельностью. В рамках деятельности человек преобразовывает окружающую действительность, создавая вторую природу – культуру. Материальная деятельность воплощена в преобразовании материальных объектов от духовного и человеческого сознания. Каждому жизненному периоду характерен преобладающий тип деятельности. Всего их три – игра, учение и труд. Игра характерна для детей и школьников, учение, как правило, школьников и студентов, а труд для взрослых людей. Таким образом, благодаря сознанию вы пытаетесь понять окружающий мир, а понять свое место в нем помогает самосознание, или осознание человеком самого себя. Одним из важных свойств самосознания является критичность на объективную оценку своих и чужих поступков. Это свойства зрелой личности. Подведем промежуточный итог. Мы рассмотрели тему, посвященную биосоциальной сущности человека. В каждом из нас есть биологические и социальные черты. Последние воплощены в наличии психики, а в ней и речи, мышления, памяти и других процессов. Включение человека в жизнь общества называется социализацией. Каждый из нас индивид с рождения. Социальная уникальность человека называется личностью. Индивидуальность есть биосоциальная уникальность. Сознание является психическим процессом, который позволяет воспроизводить реальность в образах и мыслях, а также вырабатывать к ней свое отношение. Оно характеризуется такими свойствами, как активность, направленность, критичность и самонаблюдение. Самосознание сугубо индивидуально и понимается как осознание человеком само себя. Сознание преобразовывается в результате деятельности. Существует три типа деятельности – игра, учение и труд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова